Друзья, всем привет! Часто в комментариях я встречаю пожелания от вас приготовить или молочные коржики или галетное печенье. Так вот, сегодня у нас с вами галетное печенье. До молочных коржиков еще дойдет. Галетное печенье готовится очень быстро, легко и просто, но есть свои тонкости, хитрости и нюансы, о которых я вам сегодня расскажу. Так что смотрите дальше этот видеорецепт и не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы не упустить ни один вкусный рецепт. А еще, друзья, если вам хочется узнать больше интересной, полезной информации о кондитерском искусстве, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь оставлю ссылочку, там очень много интересной информации. А мы приступаем к приготовлению. Для приготовления галетного печенья нам понадобится 100 г яйца, 30 мл молока, 40 г сахара, 30 г растительного масла, 220 г муки, 40 г кукурузного крахмала, 5 г разрыхлителя и щепотка соли. В миску отправляем яйцо, сахар, молоко и растительное масло, рафинированное без запаха. Все это перемешиваем. Соединяем сухие ингредиенты муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель и соль. Соединяем сухие ингредиенты с яичной массой. Замешиваем тесто. Сначала я использую лопатку, а потом уже доведу процесс до конца руками. Наше тесто готово. Оно не липнет к рукам, мягкое такое, эластичное. Но его нужно оставить в состоянии покоя приблизительно на полчаса, при комнатной температуре. Лучше обернуть тесто пленкой, чтобы оно не заветривалось. Наше тесто отдохнуло. Я включила духовку на 175 градусов. Тесто сейчас раскатаю в тонкий пласт. Подпылять буду стол мукой. И стол, и само тесто. Можно не весь кусок сразу. Половину оставить. Раскатать только один кусочек. О, духовка разогрелась. Раскатываем тесто. Толщина приблизительно полсантиметра. Ну, 5-6 миллиметров. У меня здесь такие маленькие формочки. Звездочка, цветочек. Можно вырезать, в принципе, квадраты, треугольники и кружочки. А можно вот такие цветочки. Готово. Перекладываем тесто на пергамент. Из такого количества теста у меня получается почти 3 противня вот таких звездочек и цветочков. Теперь перетаскиваю все это на противень. Но это еще не все. Для того, чтобы наше печенье не вздувалось, а выглядело красивым, нужно взять вилку или деревянную шпажку и попрокалывать тесто. Причем не вот этот остренький конец, а вот этот. Если у вас палочка сильно прилипает, вы можете сделать вот так вот. Готово. Отправляю противень в духовку, разогретую до 175 градусов, приблизительно на 10-12 минут. Смотрите, чтобы ваше печенье не сгорело. Печенье провело в духовке 10 минут, оно готово, можем доставать. Смотрите, какое симпатичное. Теперь остается дождаться, пока оно остынет. Все готово. Это только половина порции. Я вторую сейчас допеку. Вот попрощаюсь с вами. Как вы видели, все легко, быстро и просто. Сейчас покажу вам разлом. Как же разлом? Вот, пожалуйста. За счет того, что мы добавили с вами кукурузный крахмал, наше печенье не жесткое, не твердое, но в то же время очень сыпучее и приятное по вкусу. Так что не игнорируйте кукурузный крахмал. Можно ли заменить его на картофельный? Да, можно. А еще можно добавить какие-нибудь пряности. Ваниль, корицу, гвоздику. В общем, все пряности, которые вы любите. Или цедру. Цедру апельсина или лимона. Попробуйте, поэкспериментируйте. И обязательно поделитесь в комментарии, что же у вас получилось. Ну что ж, а больше рецептов вы, как всегда, найдете здесь же, на моем YouTube-канале. Так что подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе. А еще не забывайте, что много рецептов есть в моих книгах на моем сайте и в моем Instagram. Пока!